К другим новостям. На реализацию программы «Чистая вода» выделены миллиарды рублей, но в некоторых муниципалитетах качественной питьевой воды до сих пор нет, а вместо нее люди вынуждены пользоваться технической. Что делать и как решить проблему, выясняли на совещании у главы республики министры, руководители муниципалитетов, представители подрядных организаций и проектировщики, задействованные в программе. Программа «Чистая вода», которая должна обеспечить жителей Чувашии качественной питьевой водой, работает уже с 2011 года. Ведется строительство крупных водных объектов в Алатарском, Шимуршинском районах, в поселке Вурнары и Брейсе в городе Цивильск. Но результаты положительными не назовешь. «Всего за период 2011 по 2013 год на строительство вышеперечисленных объектов направлены средства в объеме 1 миллиард 408 миллионов рублей. Из них за счет средств федерального бюджета 945 миллионов рублей, за счет средств республиканского бюджета 463 миллиона рублей». Жители поселка Киря Алатарского района вынуждены пользоваться технической водой, так как другой у них просто нет. Такая же ситуация в Урнарах. Там групповой водоотвод эксплуатируется с октября 2012 года. Но люди не получают качественную питьевую воду. Выявлены упущения в проекте строительства водоподготовки. В обоих случаях систему водоснабжения проектировала компания «Отечественные водные технологии». «Теперь по факту, когда денежки мы потратили финансовые, все как бы констатируете, это не соответствует, оборудование не соответствует. Кто заказывал это оборудование? Кто закладывал в проектно-смертную документацию данный вид оборудования? Вот у меня вопрос. Проектанты плохо подготовили проектно-смертную документацию, проектант отвечает, что они там не досмотрели и так далее. Причем тут власть. Скажите мне, пожалуйста, доделывайте за счет собственных средств, продавайте машины служебные, крутые все, на крайний конец. Если вы не можете вести финансово-хозяйственную деятельность, то разрядьтесь и продавайте свой бизнес другим подрядным организациям». Есть проблемы с качеством воды в Ибресих, Шамурше, Цивильске и в Батаревском районе. «За ошибки нужно отвечать», подчеркнул глава республики. «Спрос подрядчиков и заказчиков будет строгий». «Соответствующее министерство обязано до конца довести. Прежде всего, ставится задача, она поставлена, по сути дела, и в указах, чтобы люди получили качественную воду. Кто нормально работал, их надо благодарить. Кто по тем или иным причинам не выполняет свои взятые обязательства по подписанным юридическим документам, должны нести ответственность». На совещании были выработаны конкретные рекомендации по каждому объекту. Это очистные сооружения в Цивильске и Брейсях, Шахазанах, сооружения водоочистки в Шамуршинском районе. А главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, строящихся в рамках программы «Чистая вода» до конца уходящего года. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.